проф 1 медиа константин лесник и обзоры снаряжения наряжение может быть супер новым просто новым устаревшим старым и очень старым но это не значит что мы не должны уделять ему внимание в данном случае мы хотели бы показать рассказать исторических вещах которые относятся первой половине двадцатого века это эпоха перемен двух мировых воин множество революций по всему миру естественно эта эпоха оставила огромный след военной моде моде вообще как бы толкнула человечество к новому развитию на самом деле компания проф 1 групп создала торговую марку пиванджи living history что означает живая история для того чтобы донести до лаз ту эпоху эпоху больших перемен в то время создавались легендарные вещи легендарное снаряжение вот сегодня мы хотели бы рассмотреть летную куртку gg-52 которая была основной курткой в с германии люфтваффе во время второй мировой войны на самом деле германия вступила войну и летчики не имели штатных кожаных курток они были одеты в стандартную одежду стандартное летное снаряжение которое не предполагало кожаных курток но естественно мы все знаем что люди которые работают с техникой с маслом с бензином на то время не существовало современных тканей типа номекса типа гортекса которые бы препятствовали вот эти вот вредным веществам портить нашу одежду единственным единственным возможным в то время материалом которые препятствуют разрушению одежды при попадании масла бензина и прочих вредных веществ это была кожа естественно во все времена летчики носили кожаные куртки в каких-то армиях это были уставные кожаные летные куртки как в советской армии в ркк в американской армии в английской сожалению вот в люфтваффе в то время не было летных курток после того как германия вторгла со француз в сороком году и завоевала ее началась известная битва за британию лебецкие летчики были расквартированы во франции демецкие аэродромы с которых проводилась атака англии находились во франции и вот многие летчики истребители с германии обратили свое внимание на мотоциклетные кожаные куртки которыми пользовались французы они покупали их за свой счет начали перешивать начали ставить утепляющую подкладку просто банально распарывали свои шинели либо какие-либо либо какие-то военные одеяла и утепляли свои куртки вот такими вот шерстяными подкладками так как одевали эти куртки поверх летных комбинезонов летной одежды и использовали их в кабинах своих самолетов куртка приталенная специально для того чтобы в кокпите самолетов в кабине самолета очень мало места и большие вещи цепляются мешают сидеть мешают залазить ковкает вылазить из него поэтому куртка такая облегающие имеющие ровный покрой плоские рукава такие не неж не широкие чтобы ни за что не цепляться было удобно мне работать естественно это мотоциклетный покрой но он пришелся по душе летчиком люфтваффе и первыми такие куртки начали использовать летчики известные эскадрильи gg 52 и отсюда и пошло название этой куртки и впоследствии многие другие истребительные эскадры летчики тех эскадр начали использовать подобные куртки и со временем эта куртка можно сказать стала штатной начала использоваться на восточном фронте и в принципе везде где воевали ввс германии сделана эта куртка из мягкая как мы видим очень мягкой высококачественной кожи видно что производители не поскупились не начали делать китайские подделки из плохой кожи то есть кожа очень мягкая очень тонкая принципе что соответствует оригинальным образцам того времени что я обратил внимание как человек разбирающийся в одежде что спинка куртки покроена из цельного куска кожи что также видно что экономии на этих вещах нет действительно производитель хотел донести до нас эпоху сделать качественную вещь чтобы мы эти куртки с вами носили долгие долгие годы радовались куртка имеет два кармана на груди которая закрывается на стальные молнии и два кармана снизу что соответствует полностью историческим образцам нижней части куртки расположены утяжки чтобы можно было куртку плотно утянуть по телу чтобы она не выступала также передней части расположено специальное кольцо и такая вот металлическая пряжка зачем это надо когда пилот сидит кабине куртка длины основная нагрузка идет на пояс то есть если не будет специального фиксатора какой бы качестве не был зиппер какой бы качестве не было молнии она может от этой нагрузки снизу разорваться этот специальный фиксатор снимает часть нагрузку когда пилот сидит и нижняя часть куртки натянута под весом пилот рубашечный воротник что делали немцы они просто пришивали поверх этих курток знаки различия пришивали погоны и как бы ими пользовались как я уже сказал куртки утеплялись так как мотоциклетные летние куртки имел их обычно подкладку из вообще-то бумажной ткани летчиков это не устраивало нужны были куртки чуть потеплее и они меняли подкладки из шинельного сукна либо таких вот одеял и пледов данном случае в реплике этой куртки использован натуральное шерстяное сукно которое идет на пледы и рисунок характерен рисунку того времени также имеется еще внутренний кармашек потайной такой который может быть использован для документов прочих мелочей на кармане расположена такой name tag как говорят американцы говорят немцы не знаю немецким не владею в общем здесь можно написать свое имя номер эскадры номер группы индивидуальный воинский номер то есть эти те данные которые идентифицируют вашу куртку в общем шкафу можно так сказать на рукавах куртки расположены зипперы которые немного увеличивают объем рукава если их расстегнуть зачем это сделала в те времена то и сейчас принципе летчики носили длинные длинными манжетами перчатки если тебя перчатки одевать под куртку то естественно запаса манжета не хватит так мы можем расстегнуть увеличить объем рукава за заправить его внутрь заправить внутрь перчатки застегнуть опять либо оставить открытыми застегнуть только кнопку вот таким вот образом куртки изготавливаются черного и такого красивого коричневого цвета хорошие классические куртки то есть такой классический покрой наверное не устареет никогда и купив такую куртку одевая через десять лет вы не будете чувствовать себя вне моды не той моды по правильной нашей мужской моды хорошие вещи надеюсь что коллекция исторического наряжения исторической одежды будет пополняться потому что лично я вот люблю в быту такие вещи носить с вами был константин лесник проф 1 медиа и наш обзор устаревшего но до сих пор радующего нас на движения